бараги сгода и сам миссис бараги сгода селом тэг хам и нэк тэлин бугин бездэн тапшу татар тэленда булочек бездеку накта ренад рахмат процесс чудо чуролик что сказал а я сказал что сегодня пожаре бараги сгода и сам миссис но он поздоровался словно баргис кида селе метрик хэм и метрин телек пожелал всем всего хорошего и здоровья до бугин бездэн сегодня у нас тапшу татар тэлендэ булочек это кстати тапшур я не знаю как переводится сегодня наша передача будет на татарском языке бездек а дальше бездек кунг бездек кунахта у нас сегодня в гостях арена сможет вам есть там смысл мы сегодня будем говорить про мышцы мы увлекаемся триатлоном и бегом я думаю что скорее всего мы как бы некий такой портрет спортсменов любителей которые пытаются быстро бегать делать триатлоны там в страве что-то там творить вот но периодически мы сталкиваемся с каким-то проблемами там в технике бега у меня техника портовой шлюхи эти всякие тапу 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 тапутышки это сашка куриные лапки само собой куриные лапки они же культяпки культяпки да вот это все есть но мы как бы развиваемся как кентавры то есть до пояса снизу мы типа окей да ну потому что все же качают квадры все качают икры все качают лосиновую обтяжку да ну ты вынужден выглядеть нормально и потом как говорится с плохими ногами ты особо быстро не побежишь правильно но при этом мы не качаем вверх мы им почти не занимаемся и знаешь какая мотивация у нас носить оверсайз нет саш подожди есть же есть же научное обоснование у легкоатлетов любителей верхом не занимаемся потому что когда ты будешь например в триатлоне и мышц надо кормить понимаешь а есть ты будешь очень развитые атлетически сверху типа джерты нужно но кислород еды все нужно все больше и мы таким образом верхнюю часть мы как бы ее сушим делаем из нее тряпочку чтобы все питало многие жопу а вот ясная версия конечно а жирок он легкий а жир легкий да и он не тонет это помогает плыть идеально идеально как тебе такая схема сепарация вообще тело человеческого удивительно просто окей ну это интересно и с учетом того что собственно говорят у тебя твое образование и опыт позволяет рассказывать нам правы мы или нет и ну то есть то истину доката докопаться до истины мы собственно и хотели с тобой обсудить вообще в принципе функциональный тренинг что это вообще такое как нужно качаться нужно ли качаться можно ли использовать гири гантель вообще железо штангу вот это все приседания вот поможет ли нам как бегунам легкоатлетом все эти упражнения и вообще каждый ли может прийти тупо сейчас в спортзал и начать прям ходить по этим по станкам там делать разное упражнение рината хафизова специалист по функциональной подготовке crossfit level one тренер специалист по движению 3d maps movement analysis проходила обучение в grey institute сертифицированный специалист по мобильности и мфр по поводу учебы есть такой великолепный институт great институт называется в америке great великий грей просто грей его гэри грей создал это человек вот гэри грей он уже 40 лет занимается изучением человеческого тела вот на уровне именно функциональности и собственно он решил создать такой институт где он бы обучал мастеров не типичной работе с клиентами тире подопечными мне больше нравится второе слово вот а развивали человека с точки зрения вас сильных сторон то есть что это значит мы все индивидуальные и у нас у всех есть сильные и слабые стороны вот то есть он относится к этому как приходит например два человека в качалку мы начнем с качалки и нельзя давать одинаковую нагрузку им потому что кто-то справится а кто-то нет или не справятся оба или справятся оба тут лотерея и он на своих лекциях рассказывает что человек приходит вы проводите диагностику я проходила обучение 3d map называется то есть это 3d движение это изучение человека на первой тренировке с точки зрения разных плоскостей вот то есть смотрите как он координирован то есть элементарно может ли человек стоять на одной ноге закрытыми глазами вы будете удивлены но каждый третий не может это задание выполнить вот может ли он элементарно закрытыми глазами пройти попрыгать на месте на одной на второй ноге подвигаться вправо влево вот и соответственно исходя из этих данных ты смотришь в какой плоскости он работает лучше а какой хуже и задача тренера который заканчивает собственно этот институт или курсы в этом институте создать программу для человека так чтобы оставить то что он умеет и улучшить те его слабые стороны и то есть и тогда человек будет сбалансирован вот то есть главное это баланс безусловно вот то есть смотрите не всем дано быстро бегать не всем дано тягать железо но когда приходит человек ты можешь просто какие-то навыки в нем развить вот мы сейчас я говорю про не спорт больших достижений а про здоровый фитнес вот то есть здесь приходит человек например иногда он не знает вообще что он хочет обычно знаете как бывает в компании посидел кто-то пришел там не знаю история вообще и же из моей жизни вот из моей работы увидел человек что его друг катает на треке на треке уже ну то есть там как бы человек с базой и такой я тоже хочу на треке это дорого это красиво вот хочу все вот это он приходит соответственно с запросом но человек плавал на протяжении шести лет занимался какой-то йогой то есть он зашел и я сразу увидела что человек ну не то что для трека не готов в целом для велосипеда он не готов и мы его перенаправили функционально на функциональную подготовку как бы там была такая приписка что и потом дальше на трек когда он пошел на первую тренировку понимаю что человек даже не может поднять себя с пола то есть там никаких мышцах пресса вообще не идет речь человек не может присесть то есть постоять на одной ноге но при этом то есть если бы он не встретил нас человек вот кто тренировал на треки и меня возможно кто-то бы его взял на трек и вот посадил бы на велосипед чем бы это закончил ну это закончил бы травмы просто и все ну то есть в лучшем случае в лучшем случае да либо человек ушел с негатива вот это очень важный момент наша миссия ну то есть именно моя я сейчас буду за себя говорить это привить любовь к движению человек неважно какому бег велосипед плавание просто там работа с телом не знаю там на уровне планки или раскатывание на ролики просто чтобы человеку это нравилось делать вот и ты должен как бы проложить ему путь да чтобы он нашел то что ему нравится вот обычно люди приходят с желанием что-то делать но это такое навязанное желание обществом то есть вот ко мне приходили я хочу пробежать полу марафон или марафон я не готовлю сразу говорю я не эксперт по бегу но у меня был опыт ради просто каких-то своих скиллов я брала знакомых и ко мне пришла девочка я гру давай начнем с функционального тренинга и я таких людей называю киселями это не то есть это не то чтобы россии безусловно да 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 ну то есть они и не готовы вообще ни к чему ну то есть даже к обычным каким-то жизненным ситуациям за там устоять на бордюре и так далее не то чтобы пробежать полу марафон и ты им рассказываешь что ты сможешь его пробежать но тебе нужно заложить базу вот и все а потом человек в процессе делает тренировки работать над своим телом и понимать что им вообще этот полу марафон не сдался ему просто нравится что он гибок мобилен что он просто двигается уже правильно я понимаю что для начала чтобы всем было сразу понятно нужно ну объяснить что такое функциональный тренинг потому что вроде как бы в названии есть и смысл но вдруг там что-то еще кроется что такое функциональный тренинг о чем мы сейчас говорим смотри есть разные аспекты да то есть например некоторые люди не понимают что такое мобильность то есть ты говоришь вот мобильность твоих плечей это вообще что ты ему показываешь то есть как твои плечи должны двигаться раскрываться гибкость да то есть мы не говорим про гибкость и посесть на шпагат поперечный да нормальная гибкость человека когда он может спокойно наклониться до пола и подняться без каких-то болевых ощущений соответственно координация человек должен нормальный уметь стоять на одной ноге на второй ноге попрыгать с закрытыми глазами это делать вот то есть все эти данные не собираются вот в одно слово функциональность тела вот именно функциональность тела вот и все то есть ты можешь ты ловкий да то есть в обычной жизни если мы сейчас отойдем от тренинга 70 процентов травм это бытовые травмы да человек там с бордюра слез не так слез подвернул ногу не затем наклонился потянул спину вот это не функциональное тело оно не готово к нагрузкам а все эти нагрузки в жизни они формате 3d происходит ты работаешь в жизни во всех плоскостях поднял ребенка повернулся в автомобиле зачем-то назад это все 3d движения и вот если мы вернемся к выражению функциональный тренинг вот функциональный тренинг нас готовят к тому чтобы мы могли во всех плоскостях двигаться безболезненно вот это на самом деле сейчас я как бы начинаю сознавать о чем сейчас реально говорит у меня становится не по себе то есть получается что вот там шесть лет назад когда я вдруг решил что я буду заниматься триатлоном я был наверное киселем который в 3d вообще не гнется ну потому что когда прижимал колени груди пытался кататься на спине то у меня был такой тук 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 ну то есть я вообще был негибкий и мне все об этом говорили но я все равно начал бегать все равно сел на велосипед начал плавать получается что я вот на это негибкое тело сверху надел что-то циклическое то что в 2 в 2d работает правильно и приучил свое тело терпеть что ли или как ну да смотри я немножко все говорят что и тот же самый велосипед и вся циклика в одной плоскости но я не согласна вот как вы знаете я там месяц катала на велике я понимаю что элементарно взять бутылку повернуться в городе посмотреть есть ли машина вытянуть руку сюда это ты уже двигаешься не в одной плоскости то есть на велике тоже нужно быть готовым к тому что твое тело двигается да но не все же это могут да конечно безусловно почему некоторые не могут отпустить одну руку то что ну это нужно себя держать вот бег тоже ну то есть я считаю что даже в циклике нужно развиваться максимально во всех плоскостях и здесь соответственно ты зашел в циклику без базы вот и все ну это могло закончиться чем угодно безусловно вот то есть ты же без травм все это время но вот я и хочу понять для себя не зашел ли я не в ту комнату ну грубо говоря скажем так я все равно себя ограничил свои движения в определенной плоскости ну там расскажем в каком-то в каких-то рамках да конечно кручу то есть там кто-то говорит вот ты научился ездить без рук нет езжу без рук специально для того чтобы тренировать баланс для этого чтобы держать себя совершенно верно потому что мы опять же велосипеде этого удобно ты можешь поправить себя надеть во время езды то снять видеоблог снять ее блог для совершенно верно ты много все поднять бутылку с асфальта на перекаты на ноги больше то есть это все нужно и поэтому ты не можешь то есть я начал по-другому на это смотреть и понимаю что мне очень сложно при этом я смотрю на других ребят которые более мобильные но это как правило профики они все это делают вообще в принципе без каких-либо напряжений и получается так что сейчас вот например помнишь мы были сейчас с тобой на эльбрусе и юрий михайлов бразаковский показывал нам разминку заминку точнее он я половину просто он гнется да а я даже тяжело тяжелые а я не понимаю как это сделать то есть я физически не понимаю как сесть вот в эту позу а ты знаешь секрет бразаковского когда он был в лагере он же нам сказал почему он с юности у него почти не было травм потому что он у него всегда была разминка и всегда была растяжка он нам про растяжку на каждой тренировке говорил это важная часть правда какой лагерь да там был от найки лагерь один ну то есть получается что великие говорят о том что нужна разминка и нужна заминка для важные части все-таки вот хорошо ты говоришь про функциональный тренинг а что это что такое функциональный тренинг ну то есть я понял давай разберем это слово функциональный это вот какой ну утилитарный функциональный грубо говоря все что тебе нужно для того чтобы там осуществлять какую-то чувство себя комфортно правильно какую-то свою жизнедеятельность да вот теперь смотрите переносим слово комфорт на тело наше тело должно чувствовать себя комфортно смотрите здесь же мы про функциональность говорим не только про ловкость и гибкость а про функциональность еще и нашей нервной системы вот то есть чтобы нервная система отдавала сигналы вовремя отдавала сигналы правильные про спокойствие нервной системы это тоже про функциональный тренинг, безусловно. То есть, если мы говорим про функциональность, то здесь не должно быть надрыва, не должно быть насилия над телом. И, соответственно, каждое движение, оно должно быть максимально комфортным для вас. Вот это называется функциональность. Вот и все. Нет, хорошо, это понятно. Мы разобрались. Вопрос в другом. В чем заключается функциональный тренинг? А, именно про тренинг. Грубо говоря, мы там сейчас обсуждаем то, что приходят люди, говорят, хочу в циклику, приходят люди, хочу пробежать марафон. Ты говоришь, нет, сначала нужно подтянуть функциональный, значит, ваш функциональный, не знаю. Ну, вашу функциональность. Вашу функциональность, да. И заняться функциональным тренингом. Вот что ты в это понятие вкладываешь уже? Я вот не вкуриваю. Мы все с детства катаемся на велосипеде. Вот. В чем проблема прийти вот любому неподготовленному человеку на трек, я не понимаю. Он сел на велосипед, поехал. Ну, грубо говоря, там, вопрос интенсивности. Ты не сможешь быстро, там, допустим, ехать так, как едет, не знаю, человек, который занимается уже год, два, три, пять, десять. Вот. Но при этом как-то проехать ты можешь. О каких травмах идет речь, я не понимаю. Вот. Поэтому давай-ка, пожалуйста, нам подробнее информации. Ты что-то тут нам затираешь. Ну, смотрите. Есть от большого пальца и до макушки мышцы, кости, связки, сухожилия и фасция. Вот. Это все единое целое. То есть мы не разделяемся, знаете, как в свое время. Помните, нижний пресс, верхний пресс, вот это вот все безумие, которое произносит слух. Мы единое целое. Грудной, стазом, они тоже работают. Соответственно, когда я говорю про функциональный тренинг, я говорю, чтобы у вас был контроль тела от стопы и до макушки головы. Чтобы вы понимали, если, например, я говорю, нужно напрячь ягодицу. Вы понимали, где ваша ягодица и как ее напрягать. Только что напряг. Соответственно, вы должны быть максимально мобильны, да, то есть я когда говорю про функциональный тренинг, я говорю, вы должны себя держать, да, то есть должна быть нейтраль. Нейтраль – это когда у нас спина с естественным природным прогибами, без гиперлордоза в пояснице, без кифоза, когда у вас не вывален живот, когда вы себя держите, можете держать в любом положении. Осанка. Осанка. Да, всё правильно. Есть определённые нюансы у людей, я к ним тоже отношусь, это с рождения бывают какие-то травмы, но их тоже можно привести в более-менее нейтральный вид, так сказать, базовый, который вас будет держать. Соответственно, у вас все мышцы должны работать. Абсолютно. То есть, каждая мышца должна работать, но она должна работать своевременно. То есть, не должно быть где-то, например, гипертонуса, а где-то грушевидное, которое спит и вообще не включается. И я вот в функциональный тренинг включаю вот это вот всё, что я сейчас озвучила. То есть, для меня важно, приходит человек, в целом, когда человек заходит, я сразу могу по каким-то походке, по тому, как он держит голову, определить некоторые моменты. вообще. Здесь же важен не только бэкграунд в виде спорта какого-то или травм, важен ещё образ жизни. То есть, здесь, ну, как бы, там такой анамнез составляется. Вот. И, соответственно, человек заходит, ты сразу понимаешь, ага, вот, так-так-так. Отёчность, там, например, мешки под глазами, опущена голова, скрючен грудной отдел. Чего ты меня всё описываешь, я не понял. Ты в офисе работаешь? Конечно. Мешками. Мешками, отёчностью, да. Патчами не пользуешься, небось, да? Патчами, это что? Для Windows патчей пользуюсь, да. Про патчины полностью. Слушай, вот это очень интересная, кстати, история про «я вижу и анализирую». То есть, ты, в принципе, даже можешь по этим, скажем так, внешним признакам определить даже какого склада, характера человек. Ну, я не настолько доктор хаос, конечно. Ну, как же. Ты вот, когда увидела меня, ты видела меня, как я кручу, как я бегаю. Что ты можешь сказать вообще? Вот давай про меня. Ну... Я всё вырежу. Ну, смотри, ты достаточно высокий, да? То есть, ну, какой у тебя рост? 190. Вот. И управлять таким ростом очень сложно. Да, это правда. Как бы тут не поспоришь, что я тебе рассказываю. Вот. И, соответственно, здесь тебе вообще очень сложно в плане функциональности и того, как работать с мобильностью твоего таза, как мобильность таза и грудного отдела, то есть, чтобы это всё взаимодействовало. Когда ты бежал, я тебя снимала, вот там сколько, 20 секунд видео, ты такой, типа, знаешь, у тебя вообще верх, он какой-то отдельный, знаешь, такой чилит, типа. Типа такой. Знаешь, вот ты как будто бежишь, не бежишь, а танцуешь, короче. Знаешь, у тебя вот такая ровешка. Почему нет? Но, знаешь, вот когда мне говорят, типа, блин, Ренат, вот я хочу, типа, подправить технику бега. Взрослый человек говорит. Вот здесь, вот у меня, типа, ношение брекет и исправление техники бега уже во взрослом возрасте, я одинаково к этому отношусь. Это очень тонкий момент. Знаешь, ты по скользкой дорожке идёшь. Потому что человек, например, ты бегал, там, не знаю, 4 года, допустим, да, и бегаешь в своей технике. И тут приходит какой-нибудь эксперт и говорит, «Так, Алексей, мы меняем тебе технику бега». И вот тут очень такой момент деликатный, потому что это может, наоборот, привести к травме. То есть твое… Если, например, ты 4 года чувствовал себя ок, у тебя не было травм, и ты бегаешь, как бегаешь, то иногда здесь, я всегда говорю, лучше пойти в зал и поработать над своим телом. То есть раскрыть грудной отдел, где-то поработать с тазом, со стопами. И твоё тело, оно может само постепенно менять технику бега. То есть не ты будешь насильственно, да, там, делать тренировки, там, руки прижимать, раскрывать грудной отдел, наклон держать. А то есть за счёт тренировок ты будешь трансформировать свою технику бега. И на опыте могу сказать, что не меняется кардинально что-то, ты не будешь как, как там, бег – это дар, да, вот идеальная техника бега, парень бегает. Нет, идеальная техника – это у господина Кипчоги. Ну, Кипчоги, допустим. Ну, то есть ты, понятное дело, что там, это… И у киселёвости, и у киселёво, да. Самый красивый бег. Ну вот, то есть так ты, скорее всего, бегать не будешь. Но подправить и добавить тебе, например, немножко в скорости вполне можно. Только за счёт упражнений, а не за счёт того, что ты будешь бесконечно пытаться исправлять технику бега. Вот. И, соответственно, я против вот таких насильственных мер. Я считаю, что можно за счёт различных упражнений всё это поменять. Можно вернуться на полшага назад? Я, мне кажется, проспал. Давай, возможно. Историю, связанную с функциональным тренингом. Ты задумал о патчах и о обстах работниках? Я про патчер ответил. Я всю жизнь с патчами. Linux под KDE2. Ты ещё проспал. Короче, проспал. Функциональный тренинг вот всё-таки давай вернёмся. Как он выглядит? Чё это такое? Вот ты можешь привести пример? Что такое функциональный тренинг? Можно я отвечу? Да, давай. Александр, ты сейчас спрашиваешь, как выглядит тренировка, правильно? Ну да, да. Просто мы говорим... Просто ты сдаёшь всё время функциональный тренинг и Ирина тебе отвечает и ты тебе недостаточно. Нет, недостаточно, потому что мы говорим про функциональные тренировки. Вот, функциональный тренинг. Но при этом хочется в самом начале нашей беседы сразу дать объяснение, потому что я не знаю, что такое. Я знаю, что такое пойти в зал, например, там, позаниматься со своим весом. Ну, мне тренер пишет, например, какие-то вещи, там, не знаю, на кор, там, на руки, какие-нибудь отжимания, и так далее. Ну, какая-то такая вот базовая вещь. Вот, раньше я ходил, там, в детстве, когда-то в юности заниматься, там, каким-то железом, более-менее я представляю, что это такое. Вот, что такое функциональный тренинг, я не представляю. Я думаю, что многие наши слушатели, там, зрители, они тоже не знают, что это такое. Поэтому можно как-то вот обозначить границу функционального тренинга? Ну, знали, когда ты развиваешь все свои данные природные, да, баланс, координацию, силу, ловкость, выносливость вместе, одновременно. Это все функциональный тренинг. Это все функциональный тренинг. Хорошо, давай так. Кроссфит – это функциональный тренинг? Безусловно. Да, как бывший тренер по кроссфиту. Поднятие железяк – это функциональный тренинг? Смотри, здесь очень тонкий момент. Почему кроссфит называется функциональным тренингом? Потому что там как раз-таки используются все составляющие. Там есть и тяжелая атлетика, и гимнастика, и работа аэробная, да, там в виде велосипеда. И ловкость. И ловкость. Там есть все. Там есть баланс. Там очень много упражнений в виде бросков мяча, подъема штанги над головой. Это все, безусловно, функциональный тренинг, потому что эти все движения, они работают в разных плоскостях. То есть человек работает, так сказать, и вверх, и вниз, и вправо, и влево, и вокруг себя. Ну, смотри, просто вот в моем понимании там бодибилдеры – это нифига не функциональный тренинг. Конечно, это изолированная работа абсолютно. Это, по сути, ну, какая-то такая больше как скульптура тела, но это не про функцию. Это не про, там, не про быстро бегать, поднимать тяжести долго, там что-то нести, там, ну, какие-то вот такие вот вещи. А кроссфит вроде как попадает под эту категорию. Абсолютно. Вот. Хорошо, работа, воркаут, да? Это функциональный тренинг или нет? Ну, насколько мне известно, то есть, если я так со стороны смотрю на воркаут, то, конечно, там тело развивается достаточно разнообразно, вот. Но, смотри, здесь очень тонкий момент. Я, как в прошлом, кроссфит-тренер тоже там кричала, что это функциональный тренинг, это все классно. Потом, когда я начала изучать тело человека уже более глубоко, учиться, я поняла, что мне это направление не нравится, я ушла немножко в другой функциональный тренинг, убрала железо, да, убрала интенсивность и начала более детально разбирать тело человека. С точки зрения того, что ко мне приходит человек, я ему не даю сразу там тренировку, подъемы штанги, броски там мяча и бёрпи, вот. Возможно, человек к бёрпи даже не готов. Ну, то есть, не то, что к подъему штанги, он не может держать свой живот, да, а ты ему даешь вот эти вот прыжки вниз-вверх, вот. То есть, я ушла, грубо говоря, в фундаментальный функциональный тренинг, вот так. То есть, кроссфит... Ещё одно определение, фундаментальный функциональный тренинг. Ну, то есть, смотри, ты, как строишь дом, вот, то есть, ты решил заняться спортом, и ты, у тебя есть всегда фундамент. Вот если рассказать вкратце то, чем я сейчас занимаюсь, я помогаю людям выстроить фундамент. Если ко мне приходят с базой, мы нахрен это всё свозим, можно же, да, так это... Да, можно. Да, нахрен говорить. Да, хорошо. Нахрен можно. Ну, придётся, что дети не могут смотреться. Да, блин, чёрт. То есть, даже если приходит с какой-то базой, там стоит уже какой-то дом, который полуразрушенный, потому что человек насиловал себя годами, мы его сносим, вот, и строим заново фундамент. Это я сейчас занимаюсь. Кроссфит — это уже более высокий уровень. Вот сейчас я придерусь, Элиза, заметил, ты сказала, что ты раньше занималась кроссфитом. Кроссфит — это всегда железо. Почти всегда. Да, конечно. А ты сказала, что я ушла оттуда, и железо, типа, я не занимаюсь. То есть, железо — это что, плохо? Или это не про функциональность? Нет, это просто другое совсем направление. Почему ты ушла от железа? Ну, смотри, в кроссфит-зал мне безумно нравилось это направление. Я лет 5, ну да, 4-5 лет занималась этим всем. И в кроссфит приходили уже тоже достаточно взрослая публика. Кто-то с бэкграундом, кто-то без бэкграунда. Всем нравилось что-то такое комьюнити, что они приходят, умирают на тренировках, просто там блюют в толчках, и вот получают этот кайф. Такое тоже бывает. Это знаешь, как в кроссфите называется? Словить пуки. Это какой-то трейнспотинг, я бы сказал даже. Типа того. Словить пуки. Да. Пуки? Да, словить пуки. Есть такой клоун пуки, и вот когда до тошноты ты тренируешься в кроссфите, это называется словить пуки. Ничего общего со здоровьем, я смотрю, нет. Абсолютно, да. То есть, и сначала, когда в России только пришел кроссфит, а мы вот у начала стояли, так сказать, это все так и выглядело, потому что никто не понимал вообще, на чем строится кроссфит, ну как структура. Когда я поехала на первое обучение, Это очное было обучение в Америке, правильно? Нет, сначала я в Финляндию поехала. Там я не сдала, собственно, экзамен, потому что... Все было на финском? Нет, было все на английском. Просто я тогда, вот для меня кроссфит был, это вот этот трэш, дискотека и блевотина. А когда я туда приехала и начала сдавать экзамен, уже внутри, соответственно, я его не сдала, но за дни обучения я уже поняла, что ага, тут гораздо все сложнее и многослойнее. И уже когда я поехала в Штаты и в разных залах занималась и общалась с тренерами, я уже поняла, что ага, там-то все гораздо сложнее. Там тоже есть начальный уровень, тебя обучают элементарным приседаниям, подтягиваниям и масштабируют подтягивания. То есть тебя не бросают сразу на турник, давай-ка мне тут потянись 10 раз. То есть там тоже есть определенная структура. Но почему я ушла из кроссфита? Приходили люди, и из-за вот этого желания... Там же есть соревновательный эффект, даже в залах. То есть там приходят вот, там пять парней пришли, и мне нужно быстрее Лешки, мне нужно быстрее Сашки. И они переоценивают свои силы, начинают вот утягать штангу и так далее. Это вот таблички эти, которые в залах. Они рисуют, да? Да, да, да. Там есть рейтинг. Какие-то количество повторений за время. Да, там есть рейтинг. И как бы из-за этого, вот из-за этой гонки очень много травм было в залах. А сложно объяснить взрослому человеку с амбициями, который хочет кого-то перегнать. Прости, господи, странные амбиции, конечно, в спортзале. И в какой-то момент я просто наелась этим. Потому что ты как в детском саду, знаете? Вот это вот, догони другого. И ты понимаешь, что я, это прикольно. Мне кажется, секундочку, все равно, все то же самое в беге. Но просто я считаю, что бег... Это же нормально. Любого человека сейчас спроси, начинающий бегун или там в среднее. У всех выходные длительные. Вопрос, она нужна? Зачем ты бегаешь длительные? Ну, зачем эти объемы? Для чего это? И все сравнивают, а я сегодня пробежал там, типа, 17 километров. Нет, мне кажется, здесь все-таки про другое. Про то, что ты, находясь вот в этом вот своем небольшом комьюнити, да, ты все равно, вольно или невольно, ты себя сравниваешь с теми, кто... Ну, конечно, конечно. Я бы говорю, ты сравниваешь, у нас, мы сравниваем пульс друг с другом. Помнишь эту историю? Ты смотришь, пять лет назад никто длительно не бегал, об этом не рассказывал в сторисах. Тут же еще вопрос за бег, ну, условное соревнование самого. Потому что ты выходишь на соревнование, и все такие, что, за сколько прибежал? Час 38. Или, наоборот, перед соревнованиями, за сколько планируешь? Да я, знаешь, там, типа, ну, из двух бы выбежать, а сам там за час 30, там, например, знаешь, типа, и такой... А бы он такой, да так пошло просто вообще, так пошло. Да-да-да-да, самое главное, это когда у тебя не идиот, а ты такой, а мне сегодня восстановить. Да-да-да-да, вот это вот вся история. Ну, это, мне кажется, это нормально. Это обычная жизнь. Так интереснее, конечно. Но бег – это бег, а не когда ты, типа, делаешь, там, рывок гантелей или штангой. Это то, что у тебя вываливается плохая грыжа. Ты это имеешь в виду? Ну, да. Ну, так, прости, в беге тоже можно словить пуки. Мы видим ребят, которые во время марафона на, там, 38-м километре ловят этого клоуна в кустах. Да. И не всегда потому, что у них не зашел гель, а потому что они точно так же перетрудились во время бега, неправильно разложились. Не только в беге. Я думаю, в велосипеде такое есть. В сексе есть. В сексе есть, 100%. Постоянно пуки. По партнершу. Да. Кстати, вот секс – это функциональный тренинг. Ты же в разных плоскостях работаешь. Ну, а мы все относим его к циклическим. К циклическим. Больше головой. Слушай, а вот не кажется тебе… Головой? Головой? Ты серьезно? Да, конечно. То есть ты работаешь головой? В сексе. Я всегда. Вот так. Да? Ну… Кажется, мы с Лешей подумали об одном этом. Оставим это за скобками. Все, давайте функциональный тренинг. Давайте функциональный тренинг. Не кажется ли тебе, что спортивная гимнастика – это вершина вообще функционального тренинга? Ну, кстати, да. Да, безусловно. Там вообще работает просто все. По факту сейчас… Неумову подумал. Ну, про всех, да. Неумову в том числе, конечно. Художественная гимнастика. Неумову в том числе, конечно. Ну, художественная в меньшей степени, мне кажется, потому что там больше эстетики какой-то такой, художественной, артистизма и так далее. А вот спортивная гимнастика – это тупо про исполнение… Во-первых, это работа со своим весом. Безусловно, да. Работа во всех плоскостях, потому что… Сто процентов. Да. И, ну, я не знаю, как бы работают они в тренировочном своем процессе с железом или нет. Не знаю. Ну, просто я там не специалист. Вот. Но то, как они выглядят, то, как они, я не знаю, двигаются, то, как они вот исполняют свои, не знаю, кульбиты на кольцах, на брусьях, на… На ковре, в конце концов, там так летают. В общем, мне кажется, что это прям вот топ. Вот выше ничего вообще не существует. И ты сейчас сам ответил на вопрос функциональной. Можно все, что угодно взять и обозвать функциональным тренингом. Там, где ты двигаешься просто вот так вот. В нескольких плоскостях. Да. Если я хожу с работы домой пешком, это тоже функциональный тренинг. Нет, ну, если ты по батуту прыгаешь домой, то да. А пешком – это циклика, к сожалению. Нет, ну, возможно, если ты во время того, как идешь, крутишь халахуп и еще делаешь маракасы… Подкидываешь маракасы, да? Да, маракасы. Возможно, тебя… Вообще вся жизнь функциональная тренинг. Нет, вообще это, конечно, козырно. У меня был коллега, который, значит, рассказывал про то, что он один раз в жизни, ну, как-то в один какой-то период своей жизни такой решил пойти с работы домой. А жил он достаточно далеко там, типа… Типа из Еленограда в теплый старый. Это была пятница вечера, вот, и он, значит, там, ну, не соврать, километров 18 ему нужно было, значит, прочапать. Он не бегун ни разу, не, как-то, не, там, спортсмен, просто, ну, обычный человек обычного среднего телосложения, там, как бы, ничего такого. Обычный полтора часа бега. И он, да, да, и он рассказывает, просто, а я тогда только-только начинал заниматься бегом, он рассказывает, я, говорит, в пятницу, там, в семь часов вышел с работы, шел три часа, ну, вот, там, четыре, пришел домой, просто у меня не было сил, у меня отваливались ноги, я все выходные на следующий день провалялся, значит, в кровати, я не мог встать, у меня болело все тело. Понимаешь, типа, вот, там, 18 километров? И, как бы, ты такой думаешь, блин, а ведь, вот, правда, это же тоже часть, как бы, такого, ну, функционального, ну, не тренинга, а вот именно функции организма, да, там, много-много-много пройти. Конечно. Если человек сидит все время, для него это, безусловно, тренировка. Это стресс жуткий. Поэтому, вот, ходьба пешком, мне кажется, тоже может являться функциональным тренингом. Смотри, вот сейчас вопрос, мне тут сестра пишет сообщение, Ренат, что хуже для организма, пробежать 42 километра или пройти пешком? Вот смотри, с точки зрения, я отвечу, ну, наверное, для себя так, зависит от того, ну, зависит от того, насколько ты готов. Потому что, если взять вот моего коллегу, он просто не пробежит 42. Ну, это, мне кажется, даже физически невозможно. А пройдет ли он 42? Возможно, пройдет. Ему будет очень плохо, но, как бы, наверное, он пройдет. Работа будет проделана одна и та же. Ну, то есть, неважно, с какой интенсивностью, то есть, вопрос времени. Вот, в принципе, нагрузка на организм, наверное, тоже будет одна и та же, плюс-минус. Ну, как бы… Будь стресса просто много. Ну, да, у тебя просто концентрированный… Извините, что я тебе перебиваю. Одна и та же работа пешком идти или бежать? Да, одна и та же. Почему? Ну, потому что в случае, когда ты идешь, у тебя во времени это растянуто на гораздо большее количество… А, то есть, ты хочешь сказать, что, например, если я бегу с высокой интенсивностью 42 километра… Нет разницы, да. И я потрачу там условно… Ты меньше времени потратишь, но работа будет проделана одна и та же. Но… Для организма… Вопрос пульса, как сердце будет работать. Да, ты разный стресс получишь, ты разные можешь. Ну, естественно, конечно, но в общем и целом работа будет проделана одна и та же. Вопрос… Тут же вопрос, что хуже, сестра задала. То есть, вот мы сейчас говорим, что хуже, то или то. Я считаю, что как бы… И то, и то, и то, и то. Ну, да, как бы… Смотри, опять же, что является мерилом, что значит лучше или хуже. Ну, то есть, человек, который сидит в офисе, например, да, и ходит максимум там полчаса сорок в день, а тут ему говорят, проедит 42 километра. То же самое, для него будет адский стресс, если мы берем такого среднего офисного работника, для него это будет жуткий стресс, пройти 42 километра. Пробежать он вообще не пробежит, поэтому, ну, как бы, что тут хуже? Это интересная дискуссия. Я предлагаю уйти, знаете, куда? Вернуться в зал, в функциональный тренинг. И вот я сейчас для себя понял, что человек, который однажды решил заняться спортом, у него нет базы. Мы сейчас не говорим про профессиональных спортсменов, потому что, как мы все знаем, профессиональные спортсмены с детства учатся управлять своим телом, вне зависимости, какой вид спорта. Потому что, ну, мы уже знаем, что некоторые любители, которые, типа, меня в 35 лет начали заниматься спортом, не знают, как расслабить икру, потому что они понимают, где, точнее, визуально я знаю, как ее расслабить, я не знаю. Это так. Вот придет человек в зал, вот там стоят тренажеры. Фактически это изолированная техника на определенную группу мышц, правильно? Да. Любой человек может прийти и прям пам-пам-пам скажет, я буду бегать, иначе мне нужны квадры, икры, задняя поверхность бедра, ягодичную, и поехал. Скорее всего, он даже этих слов не будет знать, которые ты сейчас произнес. Он смотрит ютуб-канал, он там все уже выяснил, он видит Столярова. А, да. Или смотрит Бориса Горохова там, где он, знаешь, а может быть Невского. Ну, в общем, в любом случае, представь себе, вот он пришел в зал, да, или по-другому, пришел туда, а там не тренер, а там инструктор. Инструктор, да. Разница есть. Абсолютно, да. Тренер имеет образование, инструктор умеет, знает, как выполнять упражнения. Как пользоваться тренажером. Да. Да. Четко, да? Четко. И не всегда правильно. И вот придет к этому, к инструктору, и говорит, вот я хочу тебе ноги накачать. Инструктор такой говорит, давай, погнали. Вот в этой ситуации насколько, ну, есть ли какой-то комплекс упражнений, который, в принципе, может зайти любому человеку? Или всегда нужно индивидуально подходить? Я считаю, что нет такого. Нету? Ну, то есть, конечно. Во-первых, нужно тестирование элементарное. Во-первых, моя боль, я сейчас ее озвучу, это обувь в которую человек приходит в зале. Я просто, у меня кровь из глаз течет, когда я вижу, в чем занимаются люди с тренером в зале. Ну-ка. В чем они? Самое популярное, это, знаете, какая обувь? Это изи. Ну, то есть, вот это изи, потом, например, в темпо Найки приседают со штангой на спине. Слушай, ну... А можешь объяснить, почему мы сейчас нагладим на тему? В чем проблема? Во-первых, ну, все знают, да, что стопа – это основа основ. Ее нужно расслаблять, и над ней нужно работать, над мышцами стопы. Когда вы надеваете кроссовки, ваша стопа, ну, неким образом, работает в меньшей степени, вот, потому что есть стабилизирующая, допустим, пятка, узкая обувь, она сжимает вас. Вы не можете растопырить пальцы и работать всеми мышцами. Есть определенная обувь для зала, да, то есть она более плоская, с жесткой пяткой, ни в коем случае не мягкая, то есть она стабилизирует вас. Окей, такая обувь приветствуется, но для начала, ну, вот, как, например, когда я пошла заниматься в пауэрлифтинг, меня ставили тянуть штангу босиком, босиком. Просто тренер смотрел, как я работаю стопой и как работают мои мышцы ног. То есть он снял с меня обувь и такой, зачем тебе обувь? Давай вставай и начинай тянуть. Ну, штангу, в смысле, не 100 килограмм, а маленькую. Просто посмотреть по технике. То же самое и здесь. Ты приходишь и просто элементарно снимаешь с человека обувь и смотришь, как вот работает у него стопа, насколько она мобильна, насколько все подвижно у него, вот. Но ни в коем случае нельзя человека вести, даже делать обычные приседания в какой-нибудь мягкой, нестабильной обуви, например, в изиках. Ну, это просто самая популярная обувь, поэтому она меня это немножко выводит из себя. Это то, с чего я начинаю тестирование. То есть я, например, приходит человек, я ему говорю, смотри, твоя обувь не подходит для тренировок. Если ты планируешь заниматься, да, то как бы нужно менять. Но у меня 90% людей занимаются босиком. Вот. Ну, так как... Ну, то есть, грубо говоря, все кроссовки мягкие, типа там Hoka One One, всякие там Alpha Fly, все эти зумы, это все не подходит, да, получается? Ну, это кроссовки, это кроссовки, которые специализируются на беге, вот. Да, точно. Но она же тоже стабилизирует. В чем проблема? Конечно, ты можешь в Hoka, безусловно, приседать со штангой, если твоя стопа готова к этому. Так же, как бегать в Next% не все могут, потому что не у всех стопы готовы к этим кроссовкам. Так в целом и во всем. Но идеально для того, чтобы работала твоя стопа, я голосую за то, чтобы работать либо вообще босиком, либо в носках, вот, либо отдельно завести себе обувь для тренинга, а не тренироваться в беговой. То есть, подожди, ты хочешь сказать, что вот в магазине спортивной обуви, там, где есть секция, там, допустим, бег, тренинг, вот тренинг – это как раз для того, чтобы пойти в зал и там что-то делать, условно, приседания, отжимания, там, штангу поднимания и так далее. Да, да. Есть еще отдельный там маркетинг. Мне казалось, что это как бы просто… Маркетинг? Даже не столько маркетинг, сколько, знаешь, вот у тебя есть глубоко специализированная обувь и по дизайну, и по функции и там так далее. Вот конкретно там бег, например, там теннис, там, не знаю, что-то, какие-то определенные виды спорта, волейбол, баскетбол и так далее. Вот. А есть такая обувь, которая как бы ни туда, ни сюда, ни третья, ни пятая, ни десятая, вот она пусть будет тренингом. То есть туда как бы все можно определить на самом деле. Я, кстати, тоже так думал, пока не увидел, в чем занимаются кроссфитеры, у них какие-то плоские, знаешь, похожие кроссовки на штангистов. Ну, мне так казалось. С какими-то хвастиками. Это штангетки. Плоские подошвы, массивная пятка, такой смотришь, и особенно девушки в этих кроссовках думаешь, господи, зачем, почему ты не в Изи? Ну, типа да. Да, нет, определенно, ну, то есть я всегда так говорю, если тебе лень покупать тренинговую обувь, да, ну, ты делаешь какую-то работу на стабилизацию и так далее, то сними кроссовки на коврике, просто поделай упражнения. У тебя очень круто включатся ягодицы дополнительно, да, ну, и не будет насилия просто над стопой, и будет работать еще стопа, вот. Ну, либо покупай тренинговые кроссовки. Ну, то есть это не просто какая-то история, типа вот... Для меня это открытие сегодняшней беседы, что вот обувь для тренинга это не... Ну, я догадывался, что существуют какие-то узконаправленные специализированные обувь, да, но и не думал, что она настолько критична, ну, профессионалы не отзываются. Слушай, а вот я понимаю, что это не совсем может быть корректно задавать такие вопросы, но в любом случае представим себе ситуацию, что вот мы опять же вернемся в портрет бегуна-любителя, человек, который смотрит чужие инстаграмы, листает ютубчик и пытается сам как-то себя прокачать, ему это очень важно, вот, сам таким был, вот. И, значит, что он видит? Он видит, что все обязательно делают разминку, все делают СБУ, все всегда говорят, что приветствуется ходьба в зал, да, и есть, соответственно, там какие-то ускорения, и есть объемы, правильно? То есть мы... То есть в какой последовательности не все там пытаются разобраться, там как-то чередуют. Тренер для этого есть, там так далее. Да, для этого есть тренер, но в любом случае разобраться можно, есть информация. Вот специальные беговые упражнения на неподготовленного человека, они могут оказывать негативное воздействие? То есть для того, чтобы начать делать СБУ, нужно ли быть функционально готовым к этому? Или это, типа, любому бегуну, и главное, правильно их выполнять? Стория о май лайфе. Я потянула комбаловидную на СБУ, вот, как раз в лагере, когда был перетрен, я не любитель в целом, как бы, всей этой истории с СБУ, и у нас был большой объем тренировок, и вот, собственно, я уехала с травмой комбаловидной, потому что потянула на одном из таких упражнений. То есть ты была не готова физически? Да, да, к такой нагрузке, вот. Ну, потому что я же не тот бегун, который там бегает объемы и так далее. То есть я бегун, максимальный любитель, вот. Поэтому в моей жизни нет вот этих всех длительных, там, то есть, там, фортлеков, интервалов. У меня был период такой подготовки, но вот до этого периода я поехала в лагерь неподготовленная, вот, и потянула комбаловидную. Поэтому, да, СБУ – это, опять-таки, для подготовленных ног. Собственно, как и для подготовленных людей, это ускорение. Конечно, безусловно. Потому что тут уже сто процентов можно оторвать себе полжопы, я так понимаю. Да, заднюю поверхность бедра, как уфиг делают. Комбаловидная, это где вообще? Это ниже колена. Это в, как это, в морском отделе магазина «Океан». Вот я как бы к этому и клоню. Ну, это можно посмотреть в интернете, вот. Но я понял, СБУ – это окей. Все ускорения тоже нужно быть всегда на чеку, потому что, ну, то есть, я просто вспоминаю свой первый год тренировок, я, ну, там, скажем, не до серьезных травм это все доводил, но я понимал, что сейчас вот, да куда ходить? Помнишь, недавно мы снимали прекрасный, абсолютно, я считаю, с ног сшибательный проект вместе со Сбербанком «Я бегу», помнишь? Конечно. И мы с тобой там соревновались, нас с Фарносов заставлял бегать по этому. Вот, пожалуйста, мы бежали, типа, спринт, сколько там было? Сто? Сто метров. Помнишь? Ну, да, конечно. Ну, да, там около ста метров было. Сто метров. Да, и мы даже размялись. Ну, конечно. Да. А потом, там, пять дней я ходил и понимал, что у меня правая жопа не работает, сидеть неудобно. Дернул, да, хотя, в принципе, я-то разогрелся, мы пробежались. И ты вообще-то бегаешь. И я вообще-то бегаю. А вот здесь вот произошла какая-то вот эта вот история, и мне хотелось обогнать Сашку, и я, конечно же, его обогнал. Есть так. Да, но я получил фактически это микротравма. Это компенсация, то есть у тебя какая-то мышца не работала, которая должна была работать на ускорении, и включилась, соответственно, более сильная, ягодичная. Взяла на себя всю нагрузку, и вот, соответственно, вследствие… Вот тебе результат. Да. То есть классная жопа – это не всегда хорошо. Спасибо. Слушай, хочу развить вопрос Саши по поводу, то есть именно развития. То есть, грубо говоря, есть ли какой-то совет? Я понимаю, что универсального не существует. Ты уже ответил на этот вопрос. Но как можно без тебя, без тебя, есть ли что-то такое, чтобы аккуратненько начать развивать, ну то есть то, что должен делать каждый. Ну, например, там какие-то упражнения на стабилизацию, на босса, на полсфере, или там, может быть, приседание на одной ноге. Ну то есть какие-то упражнения. Вот ты можешь нам, скажем так, всем известное сказать, что вот, ребята, это должно всегда быть. Давайте начнем. Я просто сейчас, знаешь, у меня есть такая заметка для всех подопечных, которые ко мне приходят первый раз. Вот что я рассказываю. Да, давайте так. Это, мне кажется, будет самое идеальное. Потому что большинство людей, которые ко мне приходят, это уже взрослые достаточно люди, чаще всего без базы, либо с каким-то большим перерывом. И из офиса. И из офиса, да. Сидящая работа. Офис, дети, ну то есть такой формат. Смотрите, первое. Это вот из Советского Союза мы возьмем зарядка по утрам. Это не просто какая-то выдумка, то есть что нужно делать зарядку по утрам. Это очень хорошо настраивает вашу голову, да, то есть нейронные связи все. Вот. То есть вы встали утром элементарно потянуться, сделать массаж апонефроза. А это что тогда? Началось. Так. Вот смотрите, знаете, к нам говорили, нужно расчесывать волосы. Я делаю всегда так. Это не просто так. Нужно, это апонефроз, да, вот если мы сейчас говорим именно черепной, это сухожильный шлем. То есть между волосяным покровом и черепом находится. В детстве он очень подвижный, то есть если вы так возьмете волосы и начнете вот так двигать у детей, там просто вот так худуном все будет. Да, я иногда, знаешь, возьму ребенка за волосы, а он только через полметра начинает. Да, вот-вот-вот. А с возрастом уже так не получится делать. Сегодня попробую. У Лени, пойди подергай. Только шлем надень, а то тебе жена отмудохает. А потом у себя попробуй так же сделать. И будет очень сильная разница. То есть у нас оно уже с годами не такое, смотри, как он двигается. Охренеть. Он по-любому по утрам делает себе массажики. Да его просто дергать жена все время. Пошел сюда. Охренеть. То есть элементарно начать с таких базовых вещей, с массажа головы. Это очень крутая штука. Вот. Дальше, да, мы начинаем просто, например, с утренней работы. Покрутили шеи, поработали плечами, попрыгали на месте. На самом деле прыжки на месте и бег – это очень полезная штука. Потому что у нас растягиваются связки и собираются. Это очень полезно. Третий момент. Мой любимый – это дыхание. Смотрите, люди вообще не умеют дышать. Ты вот говоришь человеку, подыши, пожалуйста. Он либо дышит это короткое… Поверхностное. Да, поверхностное дыхание. Либо раздувает и втягивает живот. Это певческое дыхание, нижняя диафрагма. Вообще-то есть легкие, да, диафрагма и ребра. Есть очень классное тестирование. Вы берете сантиметр и ставите его сначала вот над грудью и делаете глубокий вдох. И делаете глубокий вдох грудной клеткой. Не сильно держите сантиметр, и ваш сантиметр должен, соответственно… Увеличиваться. Увеличиваться. Вот нижняя граница – это 6 сантиметров. То есть 6 сантиметров – это как бы уже звоночек, что… То есть если ты дышишь, и он меньше 6 сантиметров… Это как бы надо работать уже с дыханием, да, с легкими. Но и дальше у тебя еще есть диафрагма. То есть дальше следующее тестирование под грудью. То же самое. Делаешь глубокий вдох, но вы должны делать не искусственный вдох, а как вот вы бы дышали просто. То есть не нужно вдыхать. Нужно сделать обычный вдох, да, носом и посмотреть. И, соответственно, если 6 и меньше, то как бы, ребятки, нужно заниматься диафрагмальным дыханием и работать с легкими. Вот. Если как бы 6 и дальше плюс, то у вас все ок. Вот. Так, друзья, сейчас… Да, кто в комментарии, пожалуйста, напишите. Поставьте, быстренько измерьте свою диафрагму, подышите носиком, нижней диафрагмой измерьте, напишите, нужно ли вам работать с диафрагмой. Да, даже интересно. А мы сейчас подождем, пока вы напишите, и сейчас узнаем. Ну-ка. Хотят непрямой эфир, что я? Да. Ну-ка, ну, комментарии, читаем. Комментарии, комментарии, читаем. Я зайду, почитаю. Зайдешь? Да. Все, и всем напиши, плохо. Это хорошо. Да. Там поставить. Вот. То есть с утра можно подышать, сделать массаж головы, сделать массаж, ну, то есть зарядку глазами. Это очень круто настраивает вообще в целом ваши нейронные связи. Зарядка глазами – это что? Огурцы положить? Просто порнушку полистать. Чего? Порнушку полистать. Порнушку полистать. Да, спасибо, Юж. Да, именно так. Вот постоять на одной ноге, на второй ноге. Вот начать утро вот с этого. То есть это гигиена ваша, да? То есть не вскакивать и сразу открывать ленту Инстаграма или заваривать себе кофеечек. А это тоже нейронные связи? Да, тоже нейронные связи. Это мелкая моторика. Да какая вот это Инстаграм? А скажи, пожалуйста, вот у нас здесь был до этого совет – это катать ролл. Да, обязательно. Это вот следующий этап. Но смотри, катать ролл – это, как мне говорит одна подопечная, Ренат, а можно вот что-нибудь делать, чтобы не спускаться на пол? Ну, понял, да? А у них это же считается унижением. Ну, типа того, да. У них это у кого? Да, у них. У них. У них. Так, нельзя на пол. Вот. Так. А, ей просто трудно вставать. Смотри, некоторым людям просто лень предлагать усилия, расстелить коврик, взять ролл. Поэтому я предлагаю альтернативу сделать в вертикальном положении. Ты чистишь зубы, встаёшь на носки, опускаешься. Понял, да? То есть сразу у тебя нервная система включает… Ну, прикольно. Да, вот. То есть просто разминаешь стопы и чистишь зубы одновременно. Вот. Очень долго. Сделал зубы, сделал массаж головы, подышал диафрагмой. Пять минут твоего времени. Ну, да. И пошёл. А массаж головы – это как раз… Да, да. Вот так берёшься. За волосы взял туда-сюда. Вот то, что я сейчас видел. Только не дёргать, а вот так тихонечко отодвигать. Да. Да, те, кто смотрели, видели, наверное, сейчас, как я это делал. Вот это я правильно делал, да? Да. Это да, это массаж головы. Это налаживает кровообращение. Вот, кстати, девушки, морщин меньше становится со временем. Безусловно. И на ягодицах. И на ягодицах. Ягодицы не грустные становятся, а весёлые. Знаешь, что такое грустная ягодица? А это я знаю. Это когда щель в спине. Да? Допустим. А, грустные, которые, ну, такие как бы… В тайцах свисают вот так, да. Это называется «Весенняя копелька», да? Да, весенняя копелька. Прекратите меня, описывайте, весь вечер просто… Портрет Саша просто. Не, ну, он что-то на себя наговаривает. Да, мне кажется, да. Гиперболизирует. По крайней мере, ты не отказываешь себе в коротких тайцах? Нет, конечно, зачем в коротких? Когда нет, которые, в смысле, не дотягиваешь до поясницы, а торчат прямо реально в районе копельки, ты это имеешь в виду? Сейчас очень модная высокая талия. Да, вы решите, особенно, что вот так просто натягиваешь, да. Так вот, вернемся к утренним моментам. Раскатка на роли – это просто самая лучшая вещь, которую придумало человечество. Катать стопы мечом и, соответственно, катать тело. Но есть нюансы. Там как бы тоже, когда ты катаешь, иногда ты смотришь, как люди это делают, и ты такой, блин, где-то, наверное, не тот ролик на Ютьюбе нашел. Или подумал, что он знает, как это делать. Слушай, а ты можешь, вот сейчас, это, кстати, хорошая тема, вот есть же в интернете на Ютьюбе на том же классные референсы, как это делать правильно. Вот, может, мы приложим… Мне кажется, Blackroll, вот ты заходишь, у них есть инструкция, насколько я знаю, да. Триггерпоинт. Вот, ну, типа, я обучалась. Blackroll – это производитель роллов, и у них есть Ютьюб-канал, и на нем как бы все грамотно растет, правильно? Смотри, есть как бы два обучающих, так сказать, две обучающие школы, это вот Триггерпоинт, где я обучался, и Blackroll. И вот у них как бы есть обучающие видео. Но они же не… Слушай, я просто… Слушай, я сейчас понял, мне зимой подарили ролл. Да. И я такой думаю, о, ну ладно, надо бы это покатать. Значит, пошел в Ютьюб, что-то там вбил. Ну, понятно. Там столько вариантов, просто какие-то чуваки тут, там какие-то алкаши, что-то все катают, там что-то делают, тут качки какие-то, это какой-то, короче, какой-то бред вообще, просто я вот… Блин, а чего вы не сняли ролик до сих пор на «Объек вреден» про эту тему? Ну, про раскатку тела. Ну, вот мы сейчас, видишь, обсуждаем, что ты на словах нормально… Раскатку тела у нас была здесь Соня Солдатова. Да, очень. Аня Ляева была тоже, мне кажется. Да, ну, Соня просто вообще, в принципе, сказала, что с помощью катания ролла ты фактически утром, как сказать, даешь организму, прокачиваешь карту тела. Абсолютно. Какие-то нервные связи, да. Она права, да, конечно. И, видимо, ты говоришь о том, что неправильно делают это, видимо, катают там в районе суставов, в креплении сухожилия, вот это все типа нельзя делать. Либо слишком интенсивно, да, то есть есть все равно. Вот очень крутая вещь, на самом деле, я сейчас дам рубрику «Непрошные советы», но я просто часто на обучениях различных встречаю людей, абсолютно не относящихся к профессии тренера. Просто человек решил получить новые знания. Вот у нас был кейс как раз на первом левеле по раскатке ролла. Пришла взрослая женщина, и мы там все знакомимся, и все рассказывают свою историю, для чего они вообще в целом пришли сюда. Она говорит, что у нее очень много лет болела спина. Она пришла, конечно же, в зал, потому что ей сказали, вам нужно там закачать спину. Но ей тренер предложил, говорит, вот ролл, давайте я вам покажу, вот раскатывайтесь просто, начните с раскатки. Ей просто повезло. Мы ей реально так и сказали, что попался тренер, который не начал ей гиперэкстензию давать, закачивать все, что можно и нельзя. И она говорит, я такая думаю, окей, начала раскатываться. Она дисциплинированно раскатывалась три месяца. И говорит, я начала чувствовать, что мое тело стало более подвижное. Но для того, чтобы понять, как двигаться дальше, человек просто записался на курс. Такие курсы, они не стоят на самом деле каких-то глобально больших денег и пришла просто получить знания для себя. И таких на самом деле, они есть, их не очень много. Но я, например, своим подопечным обычно просто скидываю свои материалы, которые мне давали, чтобы они изучили. И мне важно, чтобы они понимали, чтобы на одном языке разговаривали. И это очень круто, когда человек идет что-то изучить не на ютюбе, а может быть на какие-то курсы. Поэтому если есть такая возможность, это, блин, это очень здорово, я считаю, что ты идешь знакомиться, во-первых, с новыми людьми из профессии, можешь задавать им вопросы, да, там, и узнаешь что-то новое. И можешь потом с пользой и с правильной техникой использовать. Ну так вот, раскатка ролла. Давайте вернемся все-таки. Здесь я просто скажу базово. Не катайте суставы, место прикрепления, и делайте все очень медленно и с любовью. Просто, знаешь, зачастую, когда ты сделаешь эти 10 минут раскатки, это равносильно достаточно серьезной зарядке, потому что это тоже требует силы выносливости. Конечно, абсолютно. То есть это не просто покатал козябки по столу, понимаешь? Сейчас такой вопрос. Смотри, мы как-то его с Лехой сегодня даже, мне кажется, вкратце затронули. Просто нас это касается напрямую. Значит, вот низ у нас как бы тренируется, давай, скажем, сам собой автоматически. Более чем, я считаю. А верх, это прям вот, ну, мне вообще неохота ничего делать. Мне прям, знаешь, мне даже, я более скажу, не нравится. Ну, вот просто вот можно полюбить что-то делать, чтобы полюбить тренировать верх. Вот, может, какое-то упражнение и так далее. Мне кажется, что может быть, знаешь, какая история. Вот у меня, например, есть приятели, которые занимаются хоккеем. Вот они говорят, ты ненавидишь хоккей до момента, пока у тебя не начинает что-то получаться, получаться вот координацию, понимаешь, вот все вместе делать, вот там ехать на коньках, держать клюшку, бить, ну, как-то вот все это пока не складывается, ты это не любишь. Может быть, и вот у нас как-то вот из серии не получается грамотно подтягиваться, отжиматься, там, я не знаю, что-то там еще делать, чтобы росли бицепсы, плечи и там и прочее. Ты же с бегом то же самое был. Ты же в начале, когда плохо бежал, тоже не так, как в целом, может быть, да, не знаю, но есть ощущение, что все-таки, да, может быть, это хороший пример. Вот, может быть, надо прям систематически заниматься, чтобы любить, или есть что-то, вот какой-то лайфхак, чтобы вот пришла вот эта тема, знаешь, вот чтобы хотелось, да, хотелось бежать и заниматься верхней частью темы. Блин, знаешь, вся эта история, вот эта рутина для того, чтобы улучшить свою мобильность и так далее, это очень скучная история, вот. И над этим нужно работать. Нет какой-то веселой тренировки, от которой ты просто сойдешь с ума и скажешь, вот, я теперь люблю работать над мобильностью своего грудного отдела. Нет. Ну вот, короче, обнадеживаю. Я могу тебе помочь, смотри. Мы все, все абсолютно, все мечтаем о кубиках. Но мы все понимаем, чтобы кубики были, нужно перестать жрать. И есть булочки, как минимум. Да, да, потому что, может быть, кубики там и есть, или могли бы быть, но мы их не увидим никогда, пока живем. Можно я спрошу сразу, любите, а для чего? Ну, красиво. То есть только эстетика? Ну, ты, когда имеешь нормальный опорно-двигательный аппарат и бегаешь, ты понимаешь, что это обычная история. Это так должно быть. Я, кстати, согласен, жить-то это не мешает. Да, это не мешает. И добиваться даже каких-то более-менее таких, знаешь, результатов там в любительском спорте тоже не особо мешает. Мягко скажу. В любом случае, Александр, мужчина с пузом, это некрасиво. Это правда. Некрасиво. Поэтому и повторюсь, мужчина с пузом некрасиво. Я с пузом некрасиво. Согласен. Раньше было большущее пузо, вообще некрасиво. Все некрасивые с пузом, кроме берегных женщин. Вот. Вопрос в чем? Вот я прямо помню из института, так, значит, лето, надо качаться. Надо качаться, что я буду делать? Я буду делать скручивание. Я буду крутиться там, типа, делать 600 раз, и у меня где-то через два месяца будет суперпресс. Будет? Возможно. А возможно и не будет. Вот. Хотелось бы понять. Возможно, у тебя накачанная шея просто будет. Вот. Понимаешь, вот я знаю одну историю с нашим другом, с арташесом. Так. У него есть живот, то есть он много скинул, но он пытается избавиться от живота. И я знаю, что он пришел к тебе с этим вопросом, ты его тренируешь, и выяснилось, что оказывается, ему не нужно сейчас натягивать мышцы живота, нужно работать с другим. Можешь рассказать про этот кейс? Сразу скажу, что Таш разрешил нам обсуждать его кейс. Таш разрешил обсуждать его живот, а не кейс. А не кейс. Кейс с животом. Кейс с животом. Ну, кейс, да. Хорошо, кейс где-то это в руках, в машине. Расскажи, потому что многие говорят, знаешь, вот я, правда, мне не нравится, ребят, когда вы пишете про физические какие-то недостатки других людей, и нас тоже, это неприятно. То есть вы можете говорить, что плохо шутит, там, тупой, это окей, но когда вы говорите, вот некрасивый, большой живот, низкая жопа, нехорошо. Над физическими недостатками смеяться нельзя. Это зашквар. Низкая жопа? Низкая жопа, да. Это вот мы обсуждали, висюльки. А, то есть в моем понимании это грустная, да? Грустная жопа, да. Ну смотри, я к чему говорю, что когда у тебя есть какие-то проблемы с физикой, ну ты, ну это не тактично просто. Конечно. И ты как бы когда говоришь кому-то на что-то указываешь, кривые зубы еще, на самом деле ты как бы просто всем показываешь, что ты... Да вы заколебали меня обсуждать, чёрт, чёрт, вечер. Тупой паран невоспитанный. Твой некий сегодня просто, Саша. Сегодня я. Ну, на самом деле мне приятно, что... Что, столько внимания тебе? Конечно, ты постоянно себя обращаешь, не волнуешь? Кривые зубы у меня. Нет, у меня. А вот скажи, пожалуйста, историю про то, почему у Таши не получалось накачать себе живот и что там нужно было делать на самом деле. Как раз таки он накачивал себе живот. Да, он накачивал пирожками. Пирожками, да. Так, секундочку, давайте сразу скажу. Так. Я свидетель. Так. Последние два года он ест максимально разборчиво. Максимально. Это правда. Это правда. Это шутка бывает. Это шутка бывает. Записывает, что он ест, там, калории считает. То есть, как бы человек прям заморочен. То есть, если сравнить... А, я думаю, что он пошёл сюда сейчас? Если сравнить, в принципе, как питаются мы с Александром, да, то мы вообще, в принципе, говноеды. Сажать сосиску, потом Наполеон, потом ещё что-то, мороженое, а где там кока-кола? Вот, и спать лечь. Это мы. А он никогда после шести не ест. Понимаешь? Можно ещё в эту тему? У нас один и тоже так сейчас в истории. Смотри, мы много ссылаемся на Кейси Нейстата. Вот он, кстати, он очень классно выглядит физически, но он сложён как бы. Может быть, это генетически, природно, там, как-то, неважно. Он очень много бегает. Но при этом он в каждом своём видео говорит о том, что он очень много жрёт джанк-фуда. Ну, типа, ну, вот так вот получается, понимаешь? Ну, мы тоже жрём джанк-фуд, и как бы it's ok. По поводу, значит, примера с Ташем. Пойдём издалека. У человека был большой вес, да, то есть достаточно большой вес. И он худел. Соответственно, в момент, когда он был большой, у него был, ну, растянутый живот был. И когда он схуднул, ну, как бы, он подсобрался, но растянутые мышцы остались. И есть, я не знаю, слышали вы или нет, такая травма, это травма, правда, диастаз называется. Да, есть, расходятся мышцы. Это расхождение мышц живота. У беременных в основном, правильно? Да. Ну, опять-таки, почему? Урожавшие женщины. Урожавшие женщины. Не у всех, но вот это бывает из-за слабых мышц живота. Потому что живот надувается, а потом собирается. Здесь как бы, ну, человек с избыточным весом, такая же история. Соответственно, запрещено даже при первой степени диастаза качать мышцы пресса, потому что там расхождение. И когда девушка или мужчина начинает качать пресс, живот, наоборот, начинает набухать. Вот. Потому что работают, чаще всего перенапрягается поясница, перенапрягается шея. Вот. И, соответственно, мышцы напрягаются так, что живот, наоборот, больше вываливается. Вот и все. То есть, подожди-ка, правильно я понимаю, что если, например, ты раньше был большим, ну, вот мы с Сашкой были плюс 30. У всех просто по-разному. У кого-то там вываливается здесь, у кого-то сбоку. Но если у тебя, например, был большой живот, и ты, типа, решил похудеть, и ты занимаешься уже там очень интенсивно по 15 часов в неделю, и прям мало ешь, но живот все равно большой по ходу дела, тебе нужно провериться, да, или что? Здесь, да, здесь есть тестирование в домашних условиях, когда вы ложитесь на пол, слегка приподнимаете корпус, и если на животе образуется такой, он называется домик, то есть вы как бы поднимаетесь, и вы четко можете отследить, то есть у кого есть лишний жирок, он как бы таким слоем бывает, а домик, он как бы, знаешь, вот такой, как будто удав съел кого-то. Ну, то есть вы поняли, да? Между сбоку. Вот оп, и вот так, да. То есть, и вы можете вот так руку поставить посередине, по линии пупка, и у вас прям четко будет ощущение, что у вас рука проваливается, то есть она не в жиру проваливается, то есть вот когда в жиру мягенько уходит, и потом упирается во что-то жесткое, это значит, мышцы не разошлись. А если вы чувствуете, что у вас вот эта линия, как бы, жир, а потом бы прям у вас провал, вот это значит, типа, у вас разошлось. Так, что делать при диастазе? При диастазе. Тут еще важна степень диастаза, вот бывает сильный провал. При сильном провале нужно идти делать УЗИ обязательно, то есть УЗИ брюшной полости, и проверять, насколько у вас там ткани разошлись. Там уже и операбельно делают, и есть более такие инвазивные способы. Есть, например, первая степень, там около второй, то делают различные упражнения. Здесь работа с тазовым дном. Тазовое дно, мышцы тазового дна, это такая тоненькая полосочка от копчика и до лобковой кости, то есть она как бы проходит вот так вот, получается, вот наш таз, и вот идут, получается, мышцы тазового дна. Они вообще, никто не знает, это такая, знаете, мышцы-шпион. Сейчас, секундочку, напряги. Напряг. Ты понимаешь, как ее напрягать? Нет. Ты знаешь, как ее напрягать? Ну вот я прям сейчас со всей силы напряг. Ты, скорее всего, булки свои напряг. Не-не-не-не-не-не. Если булки напряг, он бы чуть приподнялся. Да, и провалился. То есть это как протестируется? То есть кто-то там говорит, что слабые мышцы тазового дна, это там, когда недержание мочи и так далее, но на самом деле не обязательно, это уже более такой тяжелый случай. То есть если вы в туалете, и у вас происходит мочеиспускание, и вы можете задержать это действие, прервать на 10 секунд, а потом отпустить, то все хорошо. Хорошо, но вы должны четко отследить, что вы не напрягаете ягодицы, какие-то другие мышцы, кроме как мышцы тазового дна. В этом весь и секрет. Я так в троллейбусе это делаю, прерывая на 10 секунд. Я в лифте. Если кто-то входит. Но это не обязательно нужно делать при мочеиспускании. Вы должны просто, вот сейчас вот, допустим, мы сидим с вами, и давайте все дружно напрягаем мышцы тазового дна. Что-то запахло чем-то. Да, что-то... Ну вот не я, и не ты. Нет, да. Ну окей, ладно, давай как будто бы мы напрягли. Да, окей. И вы, соответственно, расслабьтесь. То есть вы спокойно можете управлять еще одной мышцей в вашем теле. Понятно, да? Как, например, там ягодицы и так далее. Просто это мышцы внутри. Это функциональный тренинг, правильно? Это функциональный тренинг. Представляешь? Вот, у тебя рабочее тазовое дно. Тазовое дно – это мышца, которая поддерживает, которая взаимосвязана с мышцами поперечными, да, то есть мышцами кора. Мышцы кора – это что-то придуманное и фантастическое, но я сейчас давайте возьму как мышцы кора мышцы впереди, мышцы спины и мышцы тазового дна. То есть вот я сейчас говорю про это. И все это должно функционировать вместе. А еще есть диафрагма и легкие. Это тоже мышцы кора. При слабой мышцах тазового дна у вас опускаются органы, и внизу может вываливаться живот. А еще и не держит поперечные мышцы живота. То есть это только из-за мышцы тазового дна? Конечно, ты можешь хоть укачаться, но если она у тебя не в тонусе, то смысла нет. Если у тебя не в тонусе мышцы тазового дна, делай мобильность. Да хорошо, и что делать-то? Подожди, получается, если ты видишь человека. У которого большой живот, значит, у него… Не нужно только ставить сразу диагноз. Сразу говоришь, у вас слабая мышца дна, тазового. Вы 100% сейчас обоссытесь. Так? Все. Шелк Холмс, я. Заходите, если что. Разгадал все про вас. Вот так вот. Именно так я и говорю всем коллегам. Приходит сходу просто. Лужа твоя. Слушай, можно накачать? Смотри, она может быть либо в гипотонусе, вот. Это когда ты не можешь пописать. Это когда она расслаблена и вообще не… Либо в гипертонусе. То есть такое тоже возможно, вот когда слишком напряжено. Так. Ну, можно и в том, и в том случае, конечно, избавиться от своих проблем. В случае, когда она у тебя нерабочая, то есть когда ты не можешь ее удержать, ты работаешь над мобильностью тазобедренного сустава, вот. Работаешь с дыханием, вот. Дышишь животом, диафрагмой. Не качаешь ни в коем случае пресс. Можно делать определенный вид планок. Можно дышать в определенных позициях, вот. Но ни в коем случае не делать обычные кранчи, подъемы, виси и так далее, вот. Все ясно. То есть у тебя не будет работать тогда пресс, если у тебя выключены поперечные мышцы и слабое тазовое дно. Ты просто будешь бесконечно напрягать поясницу, пока тебе поясница не скажет, дружок, я уже заколебалась качаться. Хватит. Пока. Ходи согнутым теперь. Ну, то есть вот. А если она в гипотонусе, да, то здесь уже немножко… Ну, ты работаешь уже на расслабление, соответственно, вот. То есть как бы это такая сложная муторная работа, вот. Почему-то все говорят про тазовое дно у женщин, что оно только у них обычное, проблемное. Ну, потому что понятно, почему, да. Потому что мужчины не всегда прям признают свои… Что у них есть тазовое дно. Да, конечно. Что оно у нас не работает. Вот. Поэтому, безусловно, вот с историей с Ташем какая, что был выключен абсолютно поперечные мышцы живота, бесконечно работала поясница, немобильный тазобедренный сустав, всё зажато, и живот вываливался, несмотря на то, что в целом как бы там процент жира он небольшой. Только потому что это было вот бесконечно, вот это скручивание, там планки. А еще один момент. Когда вы стоите в планке, и если вот у вас вот этот домик вот так висит, знаете, как это… Вот это тоже значит, вы не держите свой живот. Это тоже говорит о очень слабых мышцах поперечных вот живота. Кстати, мы заговорили о планке. Я слышал сначала, что планка – это очень хорошо, потом выяснилось, что оказывается, это настолько опасно, что в основном люди делают её неправильно и могут себе навредить. Это так? Или есть какая-то безопасная планка, типа там, лёжа на спине в кровати? Да, конечно. Что, что, что ты можешь сказать про планку? Ну, это так же, как и любое упражнение, его нужно делать правильно, по технике. И, соответственно, чаще всего, особенно мне нравятся вот эти марафоны в планках, знаешь, как можно больше нужно простоять. У нас доктор Демченко на эту тему очень тоже высказывался, ну, не резко, а просто говорил, что все травмы, в основном с которыми к нему приходят не беговыми, они связаны вот как раз с монотонным повторением. Да, абсолютно. Типа бёрдби, планки и прочее. Да, да, вот эту вот историю. Так что по поводу марафона с планками? По поводу марафона с планками? Ну, то есть вообще в целом есть такая история, что, ну, планка, типа, рабочая история, типа 20-30 секунд, когда ты максимально можешь включиться, а потом у тебя уже начинается переключение, то есть где-то компенсируют мышцы сильные, на себя забирают, например, там проваливаются поясницы, потому что работают ноги, либо ты на плечах стоишь. То есть 20-30 секунд – это оптимальный вариант, когда ты реально можешь включить те мышцы, всё тело в планке. То есть формат, если я ставлю людей в планку подготовленных, у меня как, например, 5 подходов по 20 секунд через 20 секунд. 20 секунд стоишь, 20 секунд расслабился. У тебя включается тело как нужно, оно технично правильно, и не перегружается нервная система, и человек может контролить эти 20 секунд. То есть вот эта история в полтора часа в планке – это как бы вообще… Ну да, там по 5 часов этот рекорд Гиннеса стоят, там просто вот так вот с дренажом. Не, ну 5 часов – это как бы экстремально, но если посмотреть, есть люди, которые вот там смотрят… По минуте, по 5 минут. Минута, 2, 3, 5, но 5 – это уже как бы, по-моему, много. Но это не имеет никакого смысла просто. Ты перегружаешь просто мышцы, суставы свои. Чаще всего же это как ты вот смотришь, и такой типа опа, и проваливается человек, и проваливается, и поясница просто на себя всё забирает, и забирает, и забирает. Да, и я опять сейчас вернусь к длительным тренировкам беговым, когда люди не подготов… Это на самом деле пример такой же, как и с планкой. Абсолютно. Ты фактически не набрав вот эту вот функциональную свою, назовём так, силу, начинаешь бегать длительной, а ты же устаёшь не только физически, но и психологически. У тебя меняется техника, там через 2 часа ты уже начинаешь бежать не так, как ты вначале бежал. Ну да. И смысл в этих тренировках, он абсолютно, ну, негативный. То есть нельзя бегать длительные тренировки, потому что все их бегают. Нужно же просто понимать, для чего ты это делаешь. И не всегда объёмы, которые ты набираешь в неделю, в месяц, они тебе будут в пользу. Да, ты привыкнешь бегать долго и медленно, но круто. А что это даст тебе? А на велике длительное тогда как? Ты сохраняешь технику? Ты не начинаешь компенсировать, например, больше на руль? А вот пока остановился, кофе попил. А, я забыла, как вы катаете. Я хочу рассказать историю, которая… Ну да, social rights. Я хотел бы рассказать историю про велосипед. Давай. Я ехал из Питера, в Питере когда катался, я ехал из Кмарова, и мне на хвост упал, забыл их зовут, парни, прости, сто процентов наверняка смотришь. Это профессиональный велосипедист, у него есть своя студия в Санкт-Петербурге, и я, ну, он представился, и мы, значит, с ним едем, и я ему говорю потом, слушай, ты вот профик, скажи, что я делал неправильно. Я, на самом деле, как бы вообще абсолютно спокойно отношусь к советам, когда я их спрашиваю. Ну, это нормально, мне кажется. И он говорит, слушай, вот удивительно, мы едем с тобой уже 20 километров, а ты вот как сидел в одной позе, так и крутишь. Ты вообще в своем уме, типа, мол, почему ты, говорит, не листаешь? Листаешь, в смысле, переключаешь скорости. Я говорю, а что это? Он говорит, ну, тебе-то едешь так, в одной позиции, там, три минуты, потом в другой, потом, типа, скинул, сделал скорости посложнее, встал, покачал, потом опять сел. Он говорит, нельзя сидеть сегодня в одной позиции, тебе нужно давать постоянно отдыхать разными группами мышц. То есть он как бы, он ехал 300, там, какой-то километров в этот день, и он выглядел намного свежее, чем я. Вот, и про длительную езду на велосипеде, чем она крутая? Что ты, ну, реально можешь отдыхать на велосипеде. Ты крутить в холостую, ты можешь не крутить, ты можешь сидеть ровно, без рук, сидеть. То есть ты можешь менять постоянно позиции, в беге такого нету. В беге ты можешь либо бежать быстро, либо медленно. Что ты можешь сделать? В припрыжку? Да не побежишь ты в припрыжку на 25-м километре, если ты не подготовленный, правильно? Что ты еще можешь сделать? Присесть, фоточку сделать, наверное. То есть я интуитивно на сотке в воскресенье понимала, что нужно, типа, двигаться вот так вот. Ты не интуитивна, ты давно занимаешься функциональным тренингом, поэтому, в принципе, тебе это нормально. Ну, просто я думала, что ты как-то не очень профессиональ, что ты там на велике что-то так, типа, переключился. Просто я понимала, что мне нужно подвигаться на велике. Я, типа, двигалась. Ну, конечно, да. А нет, а вот на самом деле, почему мне разделка не очень нравится? Потому что ты, типа, вроде как бы ложишься, вроде как бы вайра, вроде как бы у тебя все... Красиво? Нет, у тебя вроде как бы все расслаблено, да? Ну, блин, надо все равно двигаться. Потому что если посмотреть на профессиональных триатлонистов, которые там участвуют и делают, они все равно даже на лежаках что-то творят. А мы что, упали и крутим? А потом приезжаешь через 6 часов, и что с тобой на беге? Да, и вот задняя поверхностная линия, которая идет вот так по спине, она вся перерастянута, потому что ты все время сидишь вот так. Да, вот. И поэтому все преподаватели по велоспорту говорят, самое главное в велосипеде – это гибкость. Гибкость. А потом уже мышцы. Потому что, ну, на негибкое тело мышцы, они не нужны, ты там все поломаешь себе. Ну, так вот, мы возвращаемся к тому, что этот длительный бег, когда ты просто топчешься там 3-4 часа, ну, это в тренировочном процессе, а не на стартах. Это безумие какое-то, правда. Ну, вот 3-4, я, честно говоря, даже не знаю, кто так тренируется. Вот там наш тренер, ну, вот наш с тобой, там, Денис Крестин, вот просто он категорически против того, чтобы бег был там больше двух часов. Так нет, самый прикол-то в чем заключается? Когда, например, бегает Киселев, объемы, и бежит 20 километров, он бежит их за сколько? Ну, да. Нет, неправильно. Когда бегает Киселев и бежит свои 2 часа, сколько он набирает за эти 2 часа, сколько он набирает объемы? Совершенно верно. Бежит 30 километров, он как бы там наверняка спокойно делает. Поэтому профессионалы могут бегать длительные, потому что они все равно бегут не 2 часа, там, скажем там. Ну, за полтора часа он пробежит свои 20 километров спокойно. А когда мы выходим на длительные, мы за 2 часа сколько пробежим? Ну, сколько мы? 20 километров пробежим. И мы такие, блин, а нам еще 10 надо, ну еще вдарим, понимаешь? А если ты еще и не питаешься, и не пьешь, то вообще непонятно, это было что, тренировка или истязание? Это насилие, да. Это насилие, как, собственно, из планки, то, о чем ты говоришь, все вот эти вот, скажем так, сверхвоздействия на организм неготовый, мы же не можем, получается, оценить адекватно себя, готов ты к этому или нет. Ну, судя по твоей логике, ты приходишь в зал, ты думаешь, что ты сейчас пойдешь качать пресс, а у тебя там диастаз в первой степени, оказывается, его вообще нельзя качать, откуда я не знал это? Мне же никто не сказал в зале, ну, потому что обычно ты приходишь в зал, тебе говорят, нельзя так делать, ты говорят, пошел ты, я деньги плачу. Вот так же это происходит. Да, я и раз так подошла, больше не подхожу к людям. Ну, вообще, глобально, конечно же, скорее всего, подходить с советами, если тебя не просят, это, наверное, странно, но если ты прямо пытаешься себе навредить, то можно подойти и сказать, что вы сейчас себя убьете. Так, наверное, можно сказать. Но подходить и говорить, зачем ты так делаешь, ха-ха-ха, сейчас я тебе покажу по-другому, и пошел. Нет, вот реально, посмотрите, Борис Горохова, чувак, который в зале устраивает иногда такую прям смешную дичь. Вот, это когда приходит, специально не, как бы, делает неправильное упражнение на тренажерах, вот, и показывает реакции людей, которые в стороне, и самое смешное, это когда приходит и начинает, говорят, ну, типа, начинает им рассказывать про то, что он делает что-то неправильно, вот, а он прям специально делает неправильно, и это очень смешно, ну, прям вот. Это круто, когда это делает человек, который умеет это делать. Конечно, конечно, да. Но забавнее наблюдать за людьми, которые... А отдельный жанр в интернете, я его обожаю, это когда фейлы показывают. Это же всегда просто дико ржачно, но ты ставишь себя на место этих людей, как бы, особенно если ты понимаешь, что, блин, они это делают посерьезки, ну, то есть, вот, прям посерьезки, ну, вот, и когда с ними что-то еще случается, это, блин, ты такой, фак, зачем ты делаешь за это? Так, ну, далеко ходить не нужно, у меня все то же самое было, ну, не в зале, а на улице, то есть, мой первый бег, когда пришел к Ирине Борисовне, она мне сняла на видео и начала смеяться, и говорит, иди сюда быстрее, смотри, ты что, так специально делаешь? Я говорю, ну, я думал, так надо бегать, мне сказали, нужно поднимать колени выше, ну, я, блядь, как и бежал, как пони. Я потом просто, когда посмотрел, я же себя не снимал, я смотрю, так думаю, господи, что это за эпилепсия такая, вот, а ну, мне же никто не сказал об этом, понимаешь? То же самое, в зал люди приходят, они стесняются, может быть, нет денег на персонального тренера, то еще что-то, ну, как бы, блин, вот так и возникает. Нет, все так, все так есть, да. Мы, конечно, будем смеяться над этим, но я такой же был, и что? Надо просто, в общем, как бы, самый дешевый и самый безопасный путь, это сразу к тренеру прийти и получить хотя бы вводное занятие, правильно? Да, да. Но есть здесь, конечно, проблемка, что вводное занятие в тренажерном зале как происходит, тебе вот проводят по всем тренажерам изолированным, и давай в добрый путь. И вот человек по этим тренажерам и ходит. И гуляет так, да? И же делает вот это вот, все. Абсолютно те движения, которые в жизни тебе не пригодятся. Ну, что ты будешь вот так вот делать, на гармошке играть? Еще блоки, блоки Камазу. Нет, ну, возвращаемся к вопросу о том, что вот, наверное, вот это движение бабочкой, это называется, да, как бы, это, наверное, да, что-то для красоты, для эстетики, для того, что... Ну да, это бодибилдинг фактически. То есть ты работаешь над мышцами, ты хочешь их развить. Тут вопрос, ребят, запроса. Давайте так вот, что ему хочется? Я просто смотрю на этих бодибилдеров, блин, они в иной раз даже не могут наклониться, шнурки себе завязать. Да и все правильно, мы с этого начали, к этому уже и вернулись. Ну, им это нравится, а есть человек, который хочет бегать с ребенком, не тянуть себе спину, когда он поднимает там пятилетку, крутить его, вертеть. Все так. Как пример можно привести, наверное, сериал, да, Игра Престолов, когда, помните, там было войско этих... Помните, я не смотрела, если что. Нет, нет, эти необычные, неразлучные. Да-да, ну ты понял, напишите в комментариях, вероятно, незаличные. Да-да-да, это чуваки, которые такие slim fit, которые супер высоко как-то функционально тренированные, которые просто, знаешь, как бы убийцы, которым вообще на все приводит. Это боевая йога. Да, это просто монстры. И вот в моем представлении как раз функциональный тренинг, и как бы чуваки, которые способны, знаешь, не вот эту бабочку делать для того, чтобы у них там красивая, там где-то на трицепсе-бицепсе, там, значит, как-то мышца развивалась. А вот прям братья как бы действуют. Ну, смотри, сейчас обязательно нужно сказать, что мы сейчас не критикуем людей, которые занимаются... Абсолютно. И делают себе красивое тело. Это, собственно, это... Это работа. Это работа, да. Это очень тяжелая работа, ребята. Я даже больше скажу. Те ребята, которые делают крутую скульптуру, вот, они же живут по какому-то адовому расписанию. Ребят, там одно позирование стоит, знаете чего, только чтобы вот встать на сцене вот так и напрячь мышцы. Это позинг, это самый сложный этап на самом деле. Ну, это хорошо, но я скорее даже про то, что там какие адские ограничения в питании, в калориях, в том, что ты ешь, как ты ешь, и как ты тренируешься, и что там нельзя не пропустить ни одной, упаси Господь, тренировки, там по три раза в день нужно ходить, там, значит, четверг на ножной день, там, так далее. Ну, короче, а-а-а. У меня есть пару любимчиков, которым я восхищаюсь, у которых с функциональной, как сказать, с функциональной подготовкой все супер. Это Витя Блут и Гога. А Витя Блут, да. Они крутые, да. Это просто, я считаю, что, как сказать... Ну, и фигуры, конечно, вот так смотришь, думаешь, блин, там просто... Ну, просто вот так, вот такой функциональности добиться, ну, это не ходить в зал, таскать это, хоть... Это трудно. Это вот какие-то, знаешь, ощущения. Я не знаю, это эти гири, гантели, но я видел, что он и гибкий, и ужасно, и координированный, и помнишь, он бегал тогда на перегонки с этим многоборцем, помнишь? С Гирюхой. В сапогах казаках и в шубе. Да. Ну, я как бы шучу сейчас, но... То есть мы делали забег, спринтер против Вити... Блут в порядке вообще. Блут в порядке, согласна. Там прям как бы вот он бежал, там только вот... Спичку не доставал изо рта, знаешь. Поэтому вот тут, да, это вот... Ну, это одарённый человек. Давайте так, вот сейчас вернёмся, перемотаем в начало. Кому-то, да, например, ну, кто-то одарён силой, кто-то может тягать, да, то есть у него это хорошо получается. И для того, чтобы там достичь каких-то больших высот в этом, ему нужно там минимум усилий. Но при этом он, скорее всего, например, не очень координирован, он будет, да, там, или гибок. И можно развивать и это. Но развивать на каком-то таком уровне, да, которое будет ему помогать в его, да, сильной стороне. Так же с другим человеком. Ко мне приходят, когда... Я всегда говорю, тебе вообще кайф от тренировок? И иногда мы делаем периодизацию, и я отправляю вообще там на какие-нибудь там... На хоккей, например, девчонок, например, на танцы. Ещё куда-то. Ну, посмотреть в смысле. Да. Я зато... Ну, то есть вот лично я для себя определила миссию, там, два года назад, что влюбить человека в движение, в любое, которое ему будет доставлять удовольствие, и которое не будет в надрыве для нервной системы. То есть... Чтобы он не заставлял от себя. Да, чтобы всё это приносило ему удовольствие, чтобы он там после тренировки... Он был уставший, но он кайфовал. Вот. И чтобы не было гонки. Вот я считаю, что для человека, который хочет быть здоровым и развит, ну, как бы, да, и понимать своё тело, как оно работает, вот нужно в таком формате двигаться. Но выбирать, не знаю, там, гольф, теннис, всё что угодно. Слушай, получается, следуя твоей логике, триатлон – это прекрасно, потому что ты и работаешь в плавании верхним плечевым поясом, и крутишь ногами, работаешь там квадрами задницей, правильно? Да, и бежишь. Бежишь ещё и у тебя там, в общем, там тоже всё прекрасно напрягается, правильно? Стопы, да. Стопы. Но смотри, тут вопрос в другом, что если триатлон – это всё-таки достаточно сложная история, и она тяжёлая, то есть в рамках мы же по времени, то есть это немножко другое количество тренировок, да, чем, например, просто фитнес для здоровья, там, для осанки, да, ровной. И всё-таки здесь уделять внимание ещё нужно и в зале. Вот. Всё-таки это немножко другой уровень, я считаю. Уже такой полулюбительский, даже если там ты просто в спринт, например, бегаешь. Слушай, а скорее, пожалуйста, ты слышал про такую историю, называется Animal Flow? Да, я сейчас встаю в очереди на обучение, вот. Почему, кстати, ты решила обратить внимание на это? Ну, это, собственно, когда-то я вот с CrossFit переключилась. Мне очень интересно вообще это направление. Я сама пробовала просто вот. Недавно был же International Animal Flow Day, вот. Вот, и мне понравилось, как это всё выглядит. В зоопарке. В зоопарке. Там они выкладывали какие-то безумные видеоролики со всего мира. Вот. Это смотрится очень красиво. Мне нравится. Во-вторых, когда я попробовала это, я поняла, что думаю, боже мой, что я вообще тренирую всё это время? То есть мне реально было тяжело. А ты можешь сейчас вкратце объяснить всё вообще? Animal Flow? Как это правильно? Просто мы как Party Animals в прошлом, да, мы хотим понять поточнение, что такое слово. Это все движения в этом направлении фитнеса, они копируют движения животного мира. Ну, если прям так простым языком объяснить. Это просто, я забыла, как его зовут, этого чувака, который создал вообще ту систему. Вот. То есть там типа Скорпион, Дог, Медведь. Ну, ощущение, что ты описываешь капоэйру. Но там немножко структура связок сложнее. То есть кто-то говорит, что это похоже на йогу, кто-то говорит, что это на капоэйру похоже. Там немножко сложно, потому что там есть статика, там есть баланс, и там есть движение. То есть это всё вместе собирается. И там ты так прокручиваешься, там такая мобильность суставов нужна, что это хард, правда. То есть, грубо говоря, Animal Flow – это некий такой типа топ-левел для людей, которые хотят прокачать мобильность. И познакомиться с возможностями своего тела. Да, потому что я видел, ну, я гуглил, смотрел в Ютьюбе, можете посмотреть, набрать Animal Flow. И там есть мужик такой типа по пояс голый, прокачанный, он там двигается как бы разными стилями. Это выглядит, конечно, необычно, потому что ты смотришь, и ты прям можешь по его движению угадать. Там без звуков. А, без звуков? Да, без звуков. А, я думал тоже на диафрагму как-то. И это выглядит круто, потому что ты можешь определить, что за животное он показывает, вот. Но у тебя не получится это вот прям с кондачка повторить. То есть, вообще. Ну, скажи, так красиво смотрится. Вот эти линии, типа, как они меняют, типа, вот из такого положения выворачиваются вот так. То есть, ну, это очень красиво. И мне просто интересно, так как сейчас все онлайн проходит, вот, и они не приезжают в Россию, ну, и вот там типа мест нет, но я надеюсь, что у меня освободится местечко. Я очень хочу пройти сертификацию и обучиться. По зуму. Да, там у них все это онлайн проходит, вот. Но есть в оффлайне в Москве в октябре, но, конечно, там фулл. Может, кто-то откажется. В октябре это на Арбате? Друзья, если кто-то... На Арбате? Что на Арбате? В октябре. В октябре. Ты сейчас, типа, гордон здесь включаешь. Да, 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 да. Ну, типа, свидетели. Игорь. Если кто-то из вас, друзья, знает, как можно обучиться Animal Flow, или, быть может, вы занимаетесь, если вам есть чем поделиться, в комментариях черканите. Просто интересно вообще, насколько популярно среди наших зрителей это вид спорта, получается, все равно. Это направление фитнеса вот так, давай. А фитнес – это спорт, ведь нет? Ну, конечно. Это как бы одно из ответвлений, потому что, например, даже кроссфит – не спорт, это фитнес. Господи, запутаешься так. Ну, ладно. Фитнес и фитнес. Фитнес и фитнес. Спорт, но все-таки про соревновательный этот момент. А фитнес – это... Физкультура по-русски, то есть. А, физкультура, все. То есть, если вы не соревнуетесь в своем приатлоне, то говорите, что я физкультурник. Да, кстати, так правда. Так и в профиле в Инстаграме напишите. Я физкультурник. Да. Да, я не соревнуюсь. Сейчас говорят, а вы соревнуетесь с собой. Нет. Физкультура. Физкультура, согласен. Все равно. Да. Дышим диафрагмой, тазовым дном занимаемся физкультурой. Так вот, Animal Flow – кайф. Нужно изучать, короче, ребята. Если у вас есть возможность попробовать, пробуйте. Это прям классное такое развитие тела, я считаю. Мне кажется, прекрасный финал. Да. Двигайтесь, ребята. Движение, жизнь. Да, ни движение, ни жизнь. Ну, потому что мертвые не двигаются. Безусловно. Да? А реакцию ты чем прокачиваешь? Реакция? Есть какие-то упражнения? Да, стоишь на одной ноге, берешь мячик, которым катаешь стопы, закрываешь глаза или можешь не закрывать глаза и просто подбрасываешь и вот так ловишь. Это реакция? Да, ну это типа… У тебя получается? Да. Ну, то есть я стараюсь тренироваться. Просто мяч бросаешь, стоишь на одной ноге, мяч бросаешь об стенку. Но в идеале, в идеале это, например, ну у меня просто тренируется футболист, и как мы тренируем реакцию? Есть разные фишки. Ты ставишь, например, и должен быть человек, вот вы вдвоем тренируетесь, он бежит на месте, и ты, например, ему говоришь, право, ты должен резко подбежать, коснуться право. Или по цветам, красное, левое. Вот это очень крутая тренировка на реакцию. То есть на небольшом расстоянии. У нас просто есть такая традиция, кто последний, тот убирает.